Я в контакте, естественно, нахожусь с руководителем всех наших партнеров фирмы по России. Ну, что я могу сказать? Официально я ни одного уведомления о остановке деятельности не получал. То есть, никакого письма, в частных разговорах, там, устно, никто не заявил мне в неформальной беседе, что мы приняли решение уходить. Вот что можно сказать? Что точно мы получим меньше автомобилей в этом году. Какие бы политические решения, там, или управленческие решения не были приняты, это уже по факту. Мы продадим меньше автомобилей, но и, боюсь, что мы будем иметь сниженную покупательскую способность населения. Ну, в первую очередь, нас сейчас интересует, все-таки, на сегодняшний день обгрузка прекращена. Прекращена, но не по решению, а по обстоятельствам. Что касается решений, я так понимаю, в динамике, в зависимости от дальнейшего сценария развития событий, о решении будет приниматься. Возможно, там, окончательное решение будет принято об уходе. Но я, у большинства брендов, я все-таки считаю, это маловероятно. Ну, поскольку, ну, пока непонятные, и насколько мы, насколько, ну, вот, парализованы отгрузки новых автомобилей, и как дальше коллектив нужно платить за оплату, нужно чем-то загружать, мы приняли решение о усиленном развитии бизнеса автомобилей с пробегом. Сейчас мы всех бросили продавцов на то, чтобы они занимались этим, потому что, ну, чтобы, ну, действительно, люди, главная задача сейчас, это не привести к банковскому предприятию, и, второе, сохранить максимальное количество рабочих мест, обеспечив там людей зарплату. У нас на складах на сегодняшний день новых автомобилей с пробегом, как я уже сказал, 9 тысяч автомобилей. Без пробега новых сколько? Новых, наверное, ну, чуть меньше 4-х. Ну, то есть триличные. Несколько триличные количества? На 800-х салонов. На 800-х салонов. То есть это не так уж много, но это и не так мало. 50 на салон. Проблема в том, что мы сейчас не знаем, когда мы следующие автомобили будем получать, и за какой цель. Но эти в продаже стоят? Эти в продаже стоят. Некоторые, наверное, там, значит, где совсем непонятная цена, мы, ну, не заинтересованы в продажах, но, в принципе, сегодня у нас в автосалонах богатый выбор автомобилей. Но сейчас, сегодня, мы просто в автосалонах во всех продаем и новые автомобили, и автомобили с пробегом этого же бренда. Ну, это было не в таких... Ну, в ленд-ровере так было, в ауди, только в премиум сегменте. Сегодня это во всех сегментах это можно сделать. Уже есть. Уже есть. Что мы еще? Мы активно на рынок выходим, на который раньше не выходили. То есть у нас теперь можно не только купить автомобиль, но и сдать нам автомобиль. Причем там, ну, вот наша цель, чтобы за 60 минут, если вы хотите продать свой автоматик, придете, где гарантированная чистая сделка юридическая, где китайские, это вполне себе привычные бренды, мы с ними развиваемся, сотрудничество. С кем вы сотрудничаете? Ну, мы только в начале пути с китайцами, у нас до этого был негативный опыт недавно, но сейчас, скажем так, китайские бренды, тогда и сейчас, где большая разница. Сейчас мы работаем с Хавеллом, ну, вот уже год с лишним мы остались. В Казани ездили? Конечно, в Казани. В Казани Хавелл есть. Ну, я думаю, что мы, ну, по планам было еще докризисные планы, но мы их будем реализовать. Мы в Казани откроем еще два китайских бренда. В Уфе откроем, есть так называемые рекомендованные цены. Вот, возможно, я рекомендовала. Это, ну, термин сам рекомендованный. Ну, они, я не говорил, рекомендовала, это такой эвфемизм под словом, ребята, вот только так и не по-другому. Нет такого? По закону, по закону, это никто не имеет права. Это вообще цена продажи определяется всегда двумя персонажами. То есть, договорная цена продается покупателям. Ну, первичное предложение делает продавец, естественно. Он говорит, вот столько. Покупатель либо соглашается, либо не соглашается. Если, ну, возможно, между ними там предмет торга какой-то там, ну, там, как-то они пытаются договориться, расширяя там какие-то. Но, в принципе, никак цена не регламентируется. Поэтому, вот, мне кажется, у многих есть ошибочное мнение, что кто-то обязан делать. Нет. Нет такого. По закону, такого нет. То есть, к вам УФАС не может прийти и наказать вас за то, что вы, так сказать, цены задрали. Такого не может быть. Два-три раз, просто у тебя никто покупать не будет? Это рыночная экономика. Рынок сам определяет. Когда мы говорим рыночная экономика, подразумевается, что? Ну, смотрите, вот легко понять, когда обратная картина была. Когда, вы помните, рекомендованные цены были такие, но по факту все со скидками покупали. Потому что, когда перезатоварка была, там, 19-й год, 18-й год, мы больше 50% автомобилей продавали, ну, практически с минусовой рентабельностью. То есть, мы или дешевле закупочной ценой, потому что нужно было оборачивать, чтобы потом на сервисе, на допуслугах, на каких-то там заработать. Либо, там, значит, у нас затраты, которые мы отнесли, они не окупались на цену. И все понимали, что ценник, ну, мы любим же ценники, когда скидка, скидка, скидка. Ну, в автосалонах, клиенты, когда ходили между автосалонами, говорили, так, сколько у вас скидка? Спасибо. 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 Спасибо.